МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые сильные студенты Северного Кавказа в Карачаевске прошел первый турнир среди вузов ХСКФО по кавказскому многоборью. Здравствуйте! На телеканале Россия 24 информационный выпуск Вести Карачаева Черкесия. С вами Мурат Женкюзов. Сегодня мусульмане всего мира празднуют Курман-Байрам. Курман-Байрам или же праздник жертвоприношения, один из главных торжеств в исламе, напоминающий верующим о милосердии Всевышнего. Он отмечается мусульманами через 70 дней после завершения священного месяца Рамазан. Курман-Байрам также знаменует собой окончание хаджа, паломничество мусульман по святым местам. Сегодня с утра во всех мечетях Карачаева Черкесии прошло праздничное богослужение. Верующие в нарядной одежде направляются туда, чтобы послушать проповедь имама об истории праздника и совершить коллективный намаз. Собравшихся в соборной мечети, расположенной в Черкесске, лично поздравил глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Он отметил, что милосердие и сострадание, которые символизируют этот день, это основы, которые понятны и близки всем, независимо от национальной и конфессиональной принадлежности. Это то, что объединяет, делает сильнее и крепче. Мусульманская община Карачаева Черкесии играет важную роль в духовно-нравственном воспитании молодежи, в сохранении стабильности, укреплении единства. Рашид Тимрезов пожелал здоровья и мира, а также благополучного возвращения из хаджа 350 жителей республики. Вот этот праздничный намаз, он один из двух намазов, которые у нас есть. Один во время урозы, второй во время курмана. Было ли очень много людей? Сегодня вместе с нами был глава республики, председатель правительства, депутаты, министры. Это говорит о том, что люди по-другому смотрят на религию. И это очень похвально. Почему? Потому что были времена, когда к религии относились совсем по-другому, когда не хотели знать и слушать, что это такое. А сейчас уже хвала Всевышнему, все это идет совсем по-другому. Дай Аллах, чтобы это все продолжалось, и чтобы мы эти праздники постоянно проводили в таком составе, чтобы люди, которые молят Всевышнего о том, чтобы у нас был мир и спокойствие, чем больше людей, тем Аллаху Таала больше принимает эти молитвы. Дай Аллах, чтобы это было так. К этому дню подойти с благими делами, с чистой душой, чтобы соседи, близкие, кто рядом с нами по работе, по улице, чтобы все были довольны. Потому что именно в этот день, из-за этого дня, который, как мы подойдем к этому, проведя целый год, будет с нас спрощено в той последней жизни. Поэтому стараемся к этому дню прийти без обузы, грехов, чистыми, и чтобы душа пела, так сказать, за наши благие дела. Стараемся, кто как может. Накануне глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов вместе с руководителями регионов СКФО принял участие в совещании под председательством вице-премьера России Александра Новака по текущей реализации модели экономического развития субъектов Северного Кавказа. В экономическую модель Карачаева Черкесии включены прерывные проекты в сфере развития зеленой регенерации, интенсивного садоводства, туризма, строительства оптово-распределительных центров. Рашид Тимрезов проинформировал вице-премьера по каждому инвестиционному проекту. Их реализация идет в соответствии с утвержденными сроками в тесном сотрудничестве с аппаратом правительства и Минэкономом России. И показатели текущего года будут достигнуты. Время не стоит на месте, и сегодня становится актуальным еще один прорывной проект туристической сферы и смежных отраслей по строительству аэропорта в республике. Это очень важный момент, прежде всего с точки зрения создания новых рабочих мест и социально-экономического развития республики в целом. Согласно поручению президента России по популяризации героев российской истории и фольклора, отвечающих традиционным ценностям в рамках проекта «Легенды России», посвященного созданию духовно-нравственного контента и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, был объявлен всероссийский конкурс детского и юношеского рисунка героев нашей Родины. Экспозиция была организована и представлена в Карачаево-Черкесии. Как и где можно было в течение нескольких месяцев посмотреть работы юных художников, расскажет Алла Качиева. Традициям жить славе не меркнуть. Передвижная выставка названа в честь подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны и приурочена 78-ю годовщине победы. Патриотическую экспозицию в Карачаево-Черкесии с участием детских школ и школ искусств Республики организовал факультет дизайна и лингвистики Северокавказской государственной академии по поручению ректора ВУЗа. Я думаю, как можно больше такие выставки делать надо. Особенно сегодня вопрос воспитания стоит очень-очень остро. И посмотрел сегодня великолепные сделанные залы, великолепное фойе, великолепная организация сегодня. То есть, внимание к учебным заведениям, внимание очень большое. И особую благодарность я хочу Ларисе Магомедовне. Работы детей выполнены в самых разных жанрах, но объединяет их одно – любовь к родине. Соответственно, и защита ее рубежей. Десятилетний Ибрагим Ибзеев внимательно изучает каждый рисунок. Тема войны юному художнику очень близка. Особо ему понравилась работа, где изображены танки. Армия самая сильная. Это то, чего добиваются педагоги – изучение и сохранение истории, цена великой победы. Мир глазами детей в современной трактовке высоко оценили взрослые, пришедшие на закрытие выставки. Трудно выбрать какую-то одну, потому что, во-первых, работ много, и практически все заслуживающие внимания. Поэтому есть какие-то именно с чем-то ассоциирующиеся, на них тоже как-то обращаешь внимание, какой-то смысл автор закладывал. Это тематическая выставка, это патриотизм. Мы воспитываем в детях патриотизм. А как? Кто-то музыкой, кто-то, конечно, живописью. И вот в живописи – это внутренний мир ребенка, как он представляет. Не зря психологи говорят, если хотите посмотреть, что у вас в семье творится, пускай ребенок вам нарисует картину. Наши дети рисуют вот так, как они представляют, вот эту военную тематику. И, значит, она у них уже зародилась еще в 18-19 веке. Вот это, знаете, переходит, наверное, из поколения в поколение. И вот они, когда сами это все в себе, они вкрапляют в себя, они, естественно, передают это потом своим детям, своим же родителям. Вот мы же тоже взрослые люди, мы тоже учимся на их картинах. Над работами ребята трудились месяцами, признаются преподаватели. Лучшие из них были представлены на выставке «Легенды России» в Государственной Думе. Участников и детские художественные школы в этот день поблагодарили и отметили сертификатами организаторов проекта, дипломами Международной ассоциации союз дизайнеров Творческого союза художников России, отдела МВД России по Черкесску. Спасибо вам, что вы принимаете проблему сегодняшнего подрастающего поколения. Потому что, если мы не заложим сегодня, сейчас в наших детях, то, что мы хотим видеть в будущем, мы можем упустить. И то, что мероприятие, которое дает значимость правительства Российской Федерации, дам нам мероприятие, это тоже крылья намного. Мы не знаем. Наши родственники, наши дети. И вот сегодня представлены эти работы, которые они в единстве показывают в этом сегодняшнем дне, которые сегодня дети уже говорят о том, что хотели услышать сами от них, потому что они понимают все это. Алла Качива, Лебастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. В парке культуры и отдыха «Зелёный остров» Карачаевска прошёл первый турнир среди вузов СКФО по Кавказскому многоборью. Данное состязание было организовано КЧГУ имени Умара Леева. В спортивном мероприятии приняли участие команды, сформированные студентов Северокавказского федерального округа. Подробнее Алихан Лепшоков. Состязание ловкости, силы и гибкости. Основная цель первого турнира по кавказскому многоборью – пропаганда этнических видов спорта и повышение спортивного мастерства среди обучающихся. Исполняющий обязанности ректора КЧГУ имени Умара Алиева Таусултан Узденов подчеркнул, что данный турнир способствует объединению народов, доказывая тем самым, что многонациональный Кавказ и многокультурная Россия едины. Также он и объявил об открытии на базе университета Центра по этническим видам спорта. Сегодня Российская Федерация вынуждена отвечать на многие вызовы. Самый главный вызов – вызов нашему единству, единству народов Российской Федерации. И многонациональный Кавказ дает свой ответ этому вызову. Ответ на этот вызов – наше сплочение, наше единство, которое основывается на наших глубоких традициях. Мэр Карачаевска Марат Урусов поприветствовал участников турнира, пожелал честной борьбы и достижения новых высот, отметив, что в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» есть все условия для проведения таких увлекательных соревнований. Я всем желаю ярких побед, открытой чистой дороги. Вы наше будущее. Мы вами гордимся. И в добрый путь. И я очень надеюсь, что это войдет доброй традицией. И ежегодно мы будем проводить данные мероприятия на территории Карачаевского городского округа. Студенты из различных вузов СКФО принимали участие в семи этнических видов спорта. Чтобы одержать победу, необходима сила, ловкость и неизгибаемая воля к победе, отметил пятикратный чемпион мира по борьбе на поясах Ренат Акбаев. Очень приятно, что именно Карачаевский государственный университет начал вот эту, надеюсь, в будущем хорошую традицию проводить такие мероприятия. Я надеюсь, что во всех республиках Северного Кавказа будут проходить такие мероприятия. Народы, которые имеют свой вид спорта, свои традиции, культуру, лошадь, эти народы могут иметь только большую историю. И первое состязание – борьба на поясах. Перед соревнованием всем участникам турнира объяснили правила ведения схватки. Спортсмены демонстрировали стойкость духа и мастерство. Один из интересных национальных видов спорта – джауджип – это лазание по промасленному канату. Чтобы одержать победу в этом виде спорта, необходима не только сила и ловкость, но и необходимо иметь смекалку. Участники соревнований всеми силами старались одержать победу. Такие турниры сплачивают нас и особенно приятно нам принимать в них участие, отмечая студенты из вузов СКФО. В данном мероприятии участвую первый раз и очень масштабные мероприятия, очень интересные. Самое главное – гостеприимство, очень на высшем уровне гостеприимства. Такие мероприятия – это самое главное объединение всех народов Северного Кавказа и очень интересно в таких мероприятиях. В итоге в общем командном зачете победителями турнира стала команда Качагу. Второе место заняла команда СКГ из Черкеска. И третье место досталось представителям вуза СКФО из Ставропольского края. Алихан Лепшоков, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Карачаевск. Далее смотрите экономические вести с Альбиной Ламковой. А я с вами прощаюсь. Хорошего вам настроения и всего доброго.